Уважаемые коллеги, я приветствую всех от лица Института стратегии развития образования, сотрудников Центра оценки качества образования и хотела бы выразить благодарность и руководству Государственной инспекции, руководству Министерства за организацию с нашей точки зрения очень важного вебинара, который позволяет нам обсуждать ту работу, которая ведется в России, одновременно увидеть, услышать реакцию ваших учителей, ваших специалистов, ответить на ваши вопросы, обменяться мнениями. Для нас это большая возможность поделиться опытом страны, которая прошла непростой путь в исследовании, не только во всех международных исследованиях, но в исследовании Пирлс. От страны, которая показывала в начале первого цикла, а мы начали, как уже сказали, наше участие в 2001 году, как раз в то время, когда начинались реформы в системе российского образования. И вот более чем за 15 лет мы продемонстрировали достаточно высокие результаты. Мы гордимся тем, что российские школьники, можно сказать, самые читающие, хорошо, лучше, может быть, всех в среднем читающие младшие школьники. И вот сегодня у нас есть возможность поделиться и нашими результатами, и посмотреть, как же мы анализируем результаты, какие мы ставим перед собой новые задачи, и как шаг за шагом можно подготовить систему повышения квалификации, всю систему образования к достижению поставленных целей. Откройте, пожалуйста, мою презентацию, и таким образом мы начнем. Исследование Пирлс, как я уже сказала, отвечает задачам, поставленным государством, и таким образом про международные исследования, и отвечает на запросы, которые перед государством формулируют руководство страны. И вот на первом слайде, который был перед этим, я еще раз привела задачи, которые поставлены перед системой образования президентом Российской Федерации, вхождение в десятку стран, и информацию о концепции развития образования в Республике Узбекистан. Сегодня мы говорим о исследовании Пирлс, но для нас это очень важный разговор в связи с тем разговором, который мы вели вчера. Анализируя другое исследование, рассматривая подготовку именно к нему, к исследованию ПИЗа, по которому результаты российской школы не такие высокие, как по исследованию Пирлс. Поэтому, рассматривая вот сегодня наш опыт, нужно именно думать о том, как в начальной школе заложить прочный фундамент смыслового чтения, понимания текстов, формирования всех читательских умений, чтобы вот эти умения, навыки, школьники, завершая начальное обучение, переходя в основную школу, не теряли, а приумножали. Ну, конечно, вот та информация, которая уже здесь сейчас на экране, вам знакома, да, что бы я хотела сказать, да, или на чем заострить ваше внимание. Именно на том, что целью, естественно, является сравнение стран по уровню и качеству чтения и понимания, но не главный рейтинг как цель для всех стран, которые принимают участие. Это больше для политиков, понимание того, на каком месте находится страна. Для нас, для страны, для специалистов, которые думают о развитии образования, в большей степени важны результаты, которые отражают различия в национальных системах образования, и это нам нужно для совершенствования процесса обучения. Поэтому описание факторов, в которых, то есть, или описание образовательной среды, в которой формируются читатели наши, да, в которой формируется читательская грамотность, которая включает и не только умение читать, но и отношения к чтению, да, для нас не менее важным для того, чтобы принимать решения, а как совершенствовать систему образования. Как я уже сказала, мы начинали с 2001 года, и как раз в это время шла реформа, и очень много перед задач стояло перед системой образования. И когда мы впервые столкнулись с концепцией оценки, дайте, пожалуйста, следующий слайд, да? Пожалуйста, следующий слайд. Там как раз приводится... Следующий слайд. Приводится вся, как бы, весь... Вся концепция... Нет, можно предыдущий, пожалуйста. Концепция измерения. Я говорила же о связи исследований ПИРУС и исследований ПИЗа. Когда мы увидели и осознали всю концепцию международной оценки в области читательской грамотности, мы стали более глубоко понимать, а как развивается вся система в плане того, как оценивать ее качество. Вот этот слайд, который вы сейчас видите, подготовила Галина Анатольевна Цукерман, один из наших лучших, наверное, экспертов в области читательской грамотности. Именно она представляет Россию в международной экспертной команде. Именно ее требования, высочайшие требования к качеству текстов, к созданию инструмента сравнимого для разных стран и определяет сейчас многое в том, как развивается система оценки по исследованию ПИРУС. Россия все годы участия присутствует как один из ведущих экспертов, определяющих концепцию измерения и сами измерительные материалы. И для нас очень важно было осознание, где эти реперные точки, где точки, в которых серьезно меняется характер чтения. И нужно понимать, что эти точки находятся как раз в конце начального обучения и обучения в основной школе. Именно в 10 лет психологи говорят, что ребенок завершается, сам процесс обучения, чтение, значит, и в семье, и продолжены, развиты в системе образования. И уже чтение, начиная с пятого класса, вот для российских школ, начинает в большей степени играть важнейшую роль как средство для обучения. Вот почему очень важно оценить на рубеже начальной и основной школы, о каков уровень читательской грамотности, насколько дети готовы, готовы к переходу. А вы знаете, ну, во всяком случае, в России это точно, в Узбекистане некоторые изменения происходят, но вы прекрасно понимаете, что в пятом классе учащиеся сталкиваются с большим количеством текстов, и поэтому для того, чтобы освоить весь этот объем предметных результатов, необходимо, конечно, уметь хорошо читать и понимать тексты. А на рубеже 15 лет происходит уже серьезная перемена, когда чтение является механизмом и основой для решения различных задач. Теперь следующий слайд. Мне очень важно было показать вот эти переходные периоды. Если мы сравним, поскольку мы понимаем, что между собой очень связаны два исследования ПИРЛС и ПИЗа, и несмотря что, как будто раздельные, отдельные, разные организации проводят это исследование, но многие эксперты работают и в той, и в той другой экспертный группе на разные исследования, и концептуально эксперты, вы уже просмотрели, сравнили, наверное, два определения, которые дается в исследовании ПИРЛС и в исследовании ПИЗа. Это способность. Первая способность понимать тексты, способность их использовать, но использовать для разных целей, потому что эти тексты используются в разном контексте. И это очень важно. Следующий слайд, пожалуйста. В основе, безусловно, всех измерений лежит текст, опора на этот текст при выполнении определенных заданий, когда именно с текстом работают учащиеся, и второе направление, когда это к работе с текстом добавляется еще в нетекстовое знание, когда нужно оценить информацию из текста, и читатель должен привлечь свой жизненный опыт и многое другое. Пожалуйста, следующий слайд, который от какого-то общего понимания. Я специально несколько слайдов включил из общих концептуальных подходов для того, чтобы дальше мы смогли более осознанно перейти к другим аспектам исследования. Для нас очень важно фиксация того, что в 2016 году российские школьники в третий раз подтвердили свое лидерство. Как уже сказали, 2006 год это был первый год, когда мы получили результаты и Россия продемонстрировала самые высокие результаты, вы можете себе представить наша радость, безусловно, даже поначалу некоторая тревога и удивление, все ли правильно, когда мы получили информацию от Международного Координационного Центра, нам сразу не сообщили, что у нас первое место, стали нам задавать вопросы по поводу того, а как мы объясняем высокие результаты, какие факторы могли повлиять. Международные эксперты скрупулезно проверяли базы данных российских результатов и многое другое. Но когда мы получили проект Международного отчета, мы поняли, что да, результаты российских школьников самые высокие, и мы стали думать, а почему. Очень много было гипотез, объясняющих, которые отчасти были связаны с изменениями в системе образования, именно к этому году мы анализируя те подходы, которые проявились в исследовании Пирлс, добавили очень много элементов в программу обучения, ввели новый тип заданий, об этом сегодня мои коллеги будут тоже говорить. Ну, давайте шаг за шагом просмотрим эти результаты, но не с точки зрения гордости, вот это хорошо очень, да, для того, чтобы вы осознали, как представляются результаты, да, мы сейчас не можем с вами сказать, где будет находиться через какое-то время в 22-м году, где будут открыты результаты республики Узбекистан, но где бы это ни было, надо понимать, что международная шкала тысячебальная, она выстраивается таким образом, что среднее для всех стран в 2001 году было 500, и среднее значение плюс стандартное отклонение 100 баллов, 600 и 400, да, это те результаты, которые показывают страны, и это считается возрастной нормой, поэтому, если ваши результаты будут 400 и выше, да, это можно считать абсолютно нормальный результат для страны, которая начинает участие в этих исследованиях, и система образования которых явно не переориентирована на какие-то новые результаты. Вы уже видели результат России 581, это означает, что Россия находится вот на верхнем области хороших результатов, а если вы посмотрите и на этом слайде есть результаты Москвы, а Москва в 2016 году участвовала как независимая выборка, более 150 школ Москвы принимало участие, их отбирали специальным образом, все было, все выборки построены строго в соответствии с международными требованиями, и вы видите, Москва продемонстрировала результаты выше, выше даже возрастной нормы для данных детей. Это говорит о том, что действительно в Москве значительные усилия делаются на повышение качества и разрабатываются материалы и программы и повышение квалификации учителей. Давайте посмотрим следующий слайд очень быстро, учитывая то, что я сказала, вот уже об этом мы говорили, о тех результатах, которые демонстрировала Россия на протяжении четырех циклов. Для чего показываю я вам этот слайд. Обратите внимание, коллеги, на то, как результаты международных исследований отражают то, что происходит в системе образования. Результат 2001 года, 528, но за пять лет вы видите очень большой скачок. Значит, это как раз тот период, когда произошли серьезные изменения в системе. А между 2006 и 2011 годом прирост незначительный. Это говорит о стабильности системы образования. А период с 2011 по 2016 год, вы можете опять обратить внимание, что здесь фиксируются новые изменения в системе образования. Именно в этот период вводились новые образовательные стандарты. За период 2001-2006 год происходила модернизация системы образования, не новые стандарты. Стандарты 2004 года вводились, но очень много было изменений. Следующий слайд уважаемые коллеги покажет, в каком контексте развиваются страны. и вот вы видите, что повышение качества читательской грамотности фиксируется в большинстве стран мира. Восемнадцати результаты повышаются в разные годы, это нам важно понимать. Немногие страны снижают результаты, но это связано подчас с какими-то трансформациями непосредственно в системе. следующий слайд нам даст возможность посмотреть на то, каким образом некоторые страны добиваются высоких результатов. Здесь показаны наши серьезные изменения в шестнадцатом году. Вы прекрасно знаете, что в результатах исследования ПИРЛС проявляется значительное гендерное различие. Очень часто говорят, что девочки результаты показывают намного лучше читают, чем мальчики. И вот эта проблема, которую мы с вами будем сегодня обсуждать. И в большинстве стран проводится очень большая работа. Если посмотреть на первый этап, результаты между мальчиками и девочками были не такие различия большие, всего 12 баллов. А потом эти результаты увеличивались и это нужно было объяснить, каким образом, что меньшее внимание было уделено специальному, специальной работе с мальчиками по привлечению их в чтение. А страны такие, как Великобритания и многие другие, в Пардукале сейчас нет гендерных различий между мальчиками и девочками, очень многое делается для того, чтобы привлечь внимание мальчиков чтению и развить их читательские умения. В Великобритании за один год вся система образования работала именно на повышение результатов мальчиков. Были переписаны даже учебники, учебные материалы. То есть вся страна, то же самое было, я помню, в Южной Корее, много делалось для того, чтобы изменить. На следующем слайде, коллеги, пожалуйста, можно посмотреть и мои коллеги Галина Александровна и Марина Ивановна будут об этом говорить. Нам очень важно понять, какова структура, структура международного теста ПИОС. В этом тесте присутствует одинаково и литературный текст, и информационный текст. Что это говорит для нас, для системы образования? Одинаково важное внимание уделяется чтению разных текстов. Если посмотреть на процентное соотношение и нахождение информации, это пятая часть заданий, и простые ему заключения на основе этой простой информации, интеграции информации и оценочные суждения имеют определенное важное место в этом международном тесте. И по каждой из этих направлений разрабатывается специальная шкала, и по каждому направлению отбираются задания, и каждое из заданий фиксирует определенный уровень развития тех или иных умений. А нам это нужно анализировать для того, чтобы мы помним, если у нас проблемы нахождения информации, нам нужно точно определить всю систему заданий, которые позволяют на этой шкале дать детям легкие задания по нахождению информации, в которых маленький текст, простая информация, сформулированная в явном виде, по ключевым словам, можно найти до сложного текста, в котором неявно задана информация, и все эти разного типа тексты и задания, они все оценивают совокупности умения детей находить информацию. Следующий слайд покажет нам, что российские школьники одинаково хорошо справляются с текстами, как литературными, так информационными, и это для нас очень важно. А вот на следующем слайде вы посмотрите, уважаемые коллеги, мне очень нравится этот слайд, потому что он более понятен учителям, не всегда понятны цифры по тысячебальной шкале, но их не чувствуем. А если мы посмотрим результат, переведенный на язык, процент от максимального балла, вот предположим, 100 баллов можно было получить за весь вариант, и в среднем какой балл получили российские школьники? 73 общий результат, первое место, а все страны, которые ниже, Сингапур, Гонконг, Северной Ирландии, и среднем международной вы видите ниже, но по всем, вы уже, наверное, глазами просмотрели эти строчки, по всем позициям, да, Российская Федерация занимает первое место. Очень важно отслеживать направление по каждой, по каждой, по каждой позиции, но средний результат, и мы с вами вчера обсуждали, сегодня, пожалуйста, следующий слайд, он важен для нас, чтобы понять в среднем положение страны, 581 балл, да, где находится Россия как страна, да, вы сразу же спросите, а как представлены уровни? Я вам говорила о том, что нижний уровень проявления позитивного читательской грамотности это 400 баллов. Значит, все дети, которые достигают этот уровень, или страна в среднем показала выше 400, позиционируются на нижнем уровне читательской грамотности. Вы, наверное, уже посмотрели, на каком уровне можно расположить Россию, и на каком уровне можно расположить всех школьников города Москвы. Ну и дальше давайте посмотрим. Но каждому уровню для нас, для учителей, для методистов очень важно, я об этом уже сказала, но еще раз подчеркнуть, что за каждым уровнем есть задания, которые учителя должны видеть, чувствовать, которые, на основе которых можно формировать и оценивать уровни и выстраивать поэтапное совершенствование читательских умений. Нельзя сразу детям дать сложные задания. Постепенно учитывая зоны ближайшего развития детей. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ